Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по первому посланию к фессалоникийцам, первоверховного апостола Павла. И сегодня мы будем читать и делать обзор третьей главы этого послания. В этой главе первоверховный апостол Павел дает дальнейшее доказательство своей любви к фессалоникийцам, напоминая им о том, как он посылал к ним Тимофея, с какой целью и с какими побуждениями делал это. Об этом мы читаем с первого стиха по пятый. Сообщает им также о том, какое глубокое удовлетворение доставило ему возвращение Тимофея, принесшего добрые вести о них. Это шестого по десятый стих. Заканчивает главу горячей молитвой о них. Это с одиннадцатого стиха и до конца. Итак, первый отрывок, который мы рассмотрим, это с первого по пятый стих. Здесь апостол Павел напоминает фессалоникийцам, что ранее он посылал к ним Тимофея. С какой целью и с какими побуждениями он делал это, а здесь как раз мы находим эту информацию. И мы читаем с первого по пятый стих. «И потому, не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни. И послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего, в благовествование Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено». О чем здесь говорится? Во-первых, здесь говорится о том, что они много претерпевали, и в какой-то момент они захотели остаться одни, потому что, с одной стороны, были преследования, с другой стороны, бесконечное скопление народа, это тоже их выматывало, и они отправляют Тимофея, своего сослужителя и сотрудника в благоествование Христовым, чтобы утвердить фессалоникийских христиан. Четвертый стих. «Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказали вам, что будем страдать». Скорбь и страдания, они возникают не только от физического мучения, от болезней, недугов или внешних воздействий на человеческое тело, но и от невозможности видеть тех, кто дорог нашему сердцу. Апостол Павел воспринимает те общины, которые он создает, как бы своих детей. И он настаивает на том, что проповедник по отношению к обращенным людям – это как отец. И он говорит, что немногие отцы о себе свидетельствуют, «Я родил вас благоествованием своим». Действительно, к сожалению, немногие пастыри ведут себя, как любящие отцы. Иногда бывает такое, как бы, потребительское отношение к пасомам, что представляется совершенно недопустимым. Пятый стих. «Посему и я, не терпя боли, то есть не терпя боли разлуки, от которой происходило и страдание душевное, послал узнать о вере вашей, чтобы, как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Действительно, нельзя человека обратить и бросить, оставить его и уже как бы не вспоминать о нем. Надо всегда время от времени именно узнавать, что происходит с теми людьми, которым мы когда-то оказали помощь. Страданий было много. Страдания были от иудеев, от язычников, от лже-братьев и даже от центрального религиозного эстаблишмента апостольской церкви, где были люди, которые с недоверием и с непониманием относились к апостолу Павлу. Но, несмотря ни на что, он продолжал свое благословенное служение. В первом послании Петра, 2 глава, 21 стих, сказано «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Оказывается, мы призываемся к страданиям во имя Христа и вместе со Христом. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример». Он оставил нам пример, как надо переносить страдания, как важно во время страданий не отчаиваться, как важно во время страданий не впадать в какую-то истеричность и сохранять, несмотря ни на что, любовь. Мы видим из Евангелия, что Христос даже в момент апогеи своих страданий на кресте он не потерял чувство любви, он молился за своих собственных распинателей. И пример Христа страдающего, он является нам для того, дабы мы шли по следам Его. Потому что, если говорить о Боге, Бог абсолютно бесстрастен. Но Бога-человек, Христос Иисус, в своем человечестве претерпевал и страх перед лицом смерти. Мы видим борение в Гефсимании и страдания. Поэтому очень важно любое и наше страдание посвящать Христу. Таким образом, мы наполняем смыслом любое страдание, любое испытание, то, что нам приходится претерпевать. В первом послании Петра, 4 глава, 14-15 стих сказано, «Если злословят вас за имя Христова, то вы блаженные, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». Для христианина страдание – это обычное состояние. Но очень важно осознавать, что ты страдаешь не за свои грехи, не за свои преступления, не как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а именно как христианина. Иногда люди впадают в какое-то абсолютное духовное нечувствие, когда, перенося какие-то скорби, в общем-то, понятные скорби за неправильный образ жизни, они начинают утверждать, что они страдают за Христа. Такое граничит с богохульством, и такого надо избегать. Только в том случае мы страдаем за Христа, когда даже физические недуги принимаем как бы из его рук и посвящаем эти страдания и переживания ему самому с глубокой уверенностью, что если он нам что-то посылает, то в этом есть какой-то смысл. И в этот момент мы не спрашиваем, за что ты нам посылаешь это. Мы спрашиваем, для чего, Господи, ты нам это посылаешь. Дай нам это понять, чтобы и в самих страданиях, и переживаниях лучше исполнить твою волю. В Евангелии от Матфея, 5 глава, 11-12 стих, мы находим такие слова. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправильно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вот в этих словах Христа мы видим, что страдания, гонения, скорби могут стать и источником радости, если мы осознаем, что мы терпим не как блудники, не как грабители, не как посягающие на чужое, а как христиане. Святитель Дмитрий Ростовский пишет, «У римлян был праздник, в который они выставляли портреты своих предков и, приводя к ним своих детей, показывали их, говоря, вот этот предок твой, который до сих пор находится в памяти людей, как славный по своим добродетелям, это прадед твой, мудрый, благоразумный в словах, изящный в поступках, это друг твой достойной памяти и похвалы от своих учеников». То же самое делает в Иерусалиме римлянин Пилат, когда показывает народу с высокого места как бы портрет некоторой нарисованной кровью из раненого Христа Спасителя, говоря, «се человек». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 5 стих. «Вот царь ваш, как бы говорит он, не завидуйте ему в царстве, ибо ему уготованы вместо царских чертогов гроб, вместо царских отличий погребальные знаки. Вот предок твой, слушатель, столь знаменитый, поревнуй ему, то есть Христу, и последуй добрым делам его. Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам его». Следующий раздел этой главы, 6 по 10 стих, апостол Павел сообщает фессалоникийцам также о том, какое глубокое удовлетворение доставило ему возвращение Тимофея, принесшего добрые вести о них. И мы читаем, 6 стиха и ниже, 6 по 10. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей, принес нам добрую весть о вере и любви вашей, что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас. То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Вот здесь апостол Павел, он употребляет такое сравнение, что если обращенные люди стоят в вере, то это сообщает жизненную силу самим тем, которые обратили их ко Христу. Таким образом он показывает, насколько дороги ему эти люди, как он переживает за них и как он радуется за них, когда добрые вести доносит до него Тимофей. И мы читаем 7 стих, 8 и далее. «То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». И далее. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся вас пред Богом нашим. Ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Здесь апостол Павел говорит о том, что, конечно, можно заниматься перепиской, можно получать информацию о фессалоникийских христианах от соработников, таких как Тимофей, но ничто не заменит живого общения, что называется, лицом к лицу. И это по-своему очень важно, и он это очень ценит. Он свидетельствует о том, что его молитва «Ночь и день всеусердно, молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Вот это последнее, «чего недоставало вере вашей», надо дополнить не в том смысле, что он что-то не доделал, а в том смысле, что духовный рост и созревание требуют того, чтобы апостолы открывали этим новым верующим новые горизонты познания во Христе, которым нет предела и нет конца. Ведь даже благо вечной жизни будут заключаться в том, что мы будем наслаждаться постижением Бога, и оно будет являться бесконечным, как бесконечен и сам Творец наш. Блаженный Августин, комментируя эту мысль, пишет «Тем, что духовно все еще остаются младенцами, имеющими нужду в питании молоком, труден всякий разговор, который ведется для того, чтобы не просто поверили в то, о чем идет речь, но поняли и осознали, такой разговор для них скорее погонщик, чем пастырь». Августин обращает внимание на то, что иногда надо людей немножко подгонять, потому что, достигнув какого-то результата, в общем-то положительного результата, люди могут останавливаться в своем духовном росте и в своем духовном развитии. А в первом послании к Олимпинам Павел говорит «Духа не угошайте, пророчества не уничижайте». И Августин далее пишет. Поэтому бывает, что духовные, общаясь с плотскими, пусть и не вполне обходят молчанием такие вещи ради кафолической, то есть вселенской веры, которую нужно проповедовать всем, но при этом рассуждают не так, чтобы, желая передать это неспособному к пониманию, скорее заставить испытывать отвращение к своей речи с присущей ей истиной, чем воспринять в ней истину. Вот почему Павел замечает в послании к Колоссянам «Хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и то, чего недостает вере вашей во Христе». Это послание к Колоссянам, 2 глава, 5 стих. Далее. «И к фессалоникийцам ночь и день, говорит он, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Конец цитаты. Эта цитата, она взята из трактата на Евангелие от Иоанна, 98-я беседа. Августин обращает внимание на то, что иногда мы сами устаем даже от тех слов, которые мы постоянно повторяем и постоянно одни и те же слова говорим и испытываем даже какую-то усталость. Хотя то, что мы говорим, в общем-то, истина. И люди могут уставать от того, что мы говорим, но мы обязаны напоминать им вновь и вновь основные истины веры, хотя это и может вызывать сопротивление с их стороны. Заканчивает апостол Павел главу горячей молитвой о них. Это с 11 стиха и до конца. Это глава небольшая. И мы читаем. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш, Иисус Христос, да управит путь наш к вам. Апостол Павел понимает, что без Божьего благословения ничего не происходит в этом мире, поэтому он молится. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую мы исполнены к вам. То есть важно, когда пастыри являют образец любви, и этот образец вдохновляет верующих проявлять эту любовь и по отношению друг ко другу. Далее Павел пишет, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцем нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми его. Аминь. И здесь мы опять обратимся к толкованию блаженного Августина. Это из его трактата о благодати и свободной воле. И он пишет, «Ведь если бы мы прежде возлюбили, чтобы по этой заслуге и Он, Бог, нас возлюбил, то прежде мы Его избрали бы, чтобы и от Него избрание удостоится. Но тот, кто есть истина, иное говорит и подобному людскому тщеславию явно прикословит, не вы меня избрали, говорит. А если не вы избрали, то без сомнения и не вы возлюбили, ибо как бы избрали того, кого не любили, но Я, говорит, вас избрал. Как же после этого не избрали и они Его, и не предпочли всем благам нынешнего века, но они избрали Его, потому что сами избраны были, а не потому избраны были, что избрали Его. Но было бы положение это следующее. Не было бы никакой заслуги у людей, избирающих Бога, если бы их, избирающих, не предваряла бы Божья благодать. Божья благодать, призывающая благодать, она как раз предизбирает нас и приглашает. «Потому и апостол Павел, благословляя фессалоникийцев, сказал, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем. Это благословение, чтобы любить друг друга, нам дано от того, от кого нам прежде был дан закон, чтобы мы возлюбили друг друга». Что мы видим в этом изречении Блаженного Августина? Выше мы прочитали, что апостол настаивает на том, что тот пример, образец любви, который они явили фессалоникийцам, фессалоникийцы должны подражать этому образцу любви. Августин уточняет, что апостолы имели такую любовь между собою и друг ко другу, научившись ею от самого Христа, Спасителя и Господа нашего. И эта любовь, она запечатлевается действием Духа Святаго, как тот же апостол Павел и сообщает, что любовь Божия излита в сердца наши Духом Святым. Итак, слова «Духа не угашайте» могут быть поняты, теперь так, не угашайте любовь. И в этой главе апостол Павел вновь и вновь напоминает эту истину. Ибо если бы человек имел бы всю веру и все познание, как сказано в 13 главе первого послания Коринфянам, но при этом не имел бы любви, ему бы не было от этого никакой пользы. Итак, сегодня отцы, братья и сестры мы сделали обзор третьей главы первого послания к фессалоникийцам. Если будем живы, Господь позволит в следующий раз мы будем читать четвертую главу этого послания. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Продолжение следует...